я рада вас приветствовать на своем канале мы идем в садик на улице у нас как вы видите немножко похолодало дождики пошли еще буквально пару дней температура у нас было более 20 градусов около 30 там 26 27 и вот так как у нас часто бывает за один день на следующее утро упала до 17 до 20 и пока дочка находится в садике я займусь все же таки своими тыквами вот я выбрала вот такую тыковку сейчас я ее очищу полностью от кожуры и от семечек семечки конечно я переберу и буду запекать делать из нее пюре для дальнейшего использования вот такая она красивая внутри аромат от нее исходит очень такой приятной сейчас я это все разделю на небольшие такие куски потому что ну в дом ее заносить и там чистить проблематично поэтому я и решила разрезать вот здесь на улице и сделать такими большими порциями и потом конечно я ее буду разбирать уже в доме вот столько у меня вышло семечек это промежуточный результат семечки я тоже промою вот от этой желтой середины и тоже буду просушивать потом будем их кушать тыкву я порезала уложила на противень и отправляю в духовку при 200 градусов запекаться до мягкости пока моя тыква запекается в духовке я решила приготовить драники из тыквы я так предполагаю что в ближайшее время я поделюсь еще некоторым количеством рецептом рецептов из тыквы но вот сегодня я буду готовить нам драники заодно поделюсь рецептом с вами точное количество вот этих всех продуктов которые нужны я напишу под видео и так и я сейчас возьму взяла вот тыкву в нее необходимо натереть будет на среднего такой терке там увидите лук чеснок яйца мука соль перец по вкусу лук и чеснок я тоже буду натирать на терке и тыкву и так я все потерла добавила соль перец и немного потертого мускатного ореха теперь все перемешиваем добавляем муку можно добавить зелень петрушки и будем обжаривать на среднем огне как обыкновенные драники и вот такие драники у меня получились я их буду кушать с йогуртом но можно со сметаной или с каким-нибудь соусом сегодня уже получается неделя с последнего моего включения в ролике я не снимала целую неделю по причине своей болезни я была простыла также я имела большую температуру кашель и все остальное вот и поэтому я не снимала да и у нас за эту неделю было большое количество дождей вот сейчас по европе идут наводнения у нас вроде бы нет вот были дожди каждый день не было за неделю ни одного наверно дня чтобы не было дождя если он останавливался то становится буквально на пару часов и обратно обратно опускался обратно был дождь сильный мелкие всевозможные за эту неделю у нас выпало очень много дождей не знаю получится мне сегодня дойти до дуная посмотреть насколько там вырос уровень воды если получится я вам обязательно покажу но я все таки решила прогуляться до дуная правда здесь немножко видеть ветер уличные кафе еще пусты тайна вряд ли будут сегодня здесь посетителя потому что нам все-таки обратно обещают дождик как вы видите наш дунай не поднялся может так пару пару сантиметров потому что то что я снимала предыдущий раз вода была если вы помните да вот стен получается островных вот этой конструкции у нас не было и и убрали вот так в этот раз большая вода нас обошла лавочки с цветами немножко уже увядают пару ступенек все же таки в воде но но это не так критично солнышко вышло на улице у нас не холодно так погода хорошая вот если мне это сырость не вот эти дождики очень нравится мне вот это их не терраса но сейчас все мокро и людей здесь нет мне надо пойти еще одно место и вот я обратно иду через территорию церкви где находятся вот эти мобильные плиты которые я снимал показывал чисто красиво уже листья желтеют падают и вот так красиво светит солнышко птички поют рядом слышно лай собак так как напротив церкви у нас клиника для собачек ну не только для собака для животных очень приятно когда солнышко светит в такую погоду даже не ясно как себя одевать потому что утром было немножко прохладно а сейчас когда вышло солнышко стало очень-очень тепло и уютно так что надо снимать курточку и одевать без рукавку розы уже отцветают яблоки поспели вот по этой такой маленькой аллее можно очень быстро дойти другой конец то что здесь получается вот по этой дорожке можно срезать довольно таки значительное расстояние и здесь тоже находятся плиты но правда они не во всех вот этих углублениях но есть на этих плитах надписей практически не видно так что тут практически нереально прочитать с какого это года вот так итак я дома и решила показать что же я купила в одном магазине я купила картофель если вам интересно цена за картофель было 2,19 за два с половиной килограмма также я купила бананы но вот на них цена евро 25 за килограмм это что в одном магазине и я заходила в акцион как вы видели там уже продают новогодние игрушки а я купила вот такую нить это не для макраме я собираюсь связать кашпо для некоторых моих цветов и опять же если вам интересно один моток был евро 70 также я купила дочки ластики чтобы стирать все ее рисунки неудачные вот такие они интересные зайки сейчас открою покажу цена была 79 центов 80 и вот такого симпатичного единорожка это лампочка ночничок вот такой сейчас я включу и посмотрим вот так он светит и цена у него было евро 90 ластики резиночки вот такие смешные смешные зайки с морковками все они разного цвета и их тут четыре штучки а я сейчас планирую немножко по убирать цветы после дождей они немножко выглядят вот так не очень красиво вам хотелось бы пожелать хорошего настроения и до новых встреч на моем канале всем пока пока